В происходящем была однозначность или многовекторность, многовариантность какая-то все-таки допускалась? Ну, судя по тому, что из Москвы в Белоруссию засылали вооруженных людей, я абсолютно убежден, что они там появились не сами собой, не потому что они ехали куда-то мимо, не потому что они соскучились по прекрасному белорусскому творогу и сметане, а потому что их отправили туда на всякий случай сидеть и ждать, не понадобятся ли они и не надо ли будет вмешаться. Я совершенно уверен, что это не единственная такая группа, наверняка в Белоруссии есть их сейчас еще и до сих пор. Москва ждет, пока Белоруссия упадет ей в руки, как спелая груша. И все развивается, в общем, пока таким образом, что этот момент действительно приближается, и велика вероятность, что Москва этого дождется, в Кремле, в смысле, дождется. Потому что, знаете, как говорил, по-моему, президент Линкольн, бывают люди, которые слишком дорого заплатили за свой свисток. Вот он заплатил очень дорого за свой свисток, а именно все, что у него было. Он обменял на, как ему кажется, возможность посидеть, он это Лукашенко, конечно, на возможность посидеть еще некоторое время на этом стуле, обменял, собственно, всю власть, которая у него была. Сегодня мы можем сказать, что Лукашенко в Белоруссии не опирается ни на что, кроме поддержки военных людей. Собственно, армии, полиции, КГБ, как это там называется, и другие специалии. И это его единственная опора, единственная защита, единственная надежда. И нет никаких сомнений, что эти люди вооруженные тоже это прекрасно понимают. Собственно, что сегодня не они находятся на своих постах или командуют своими частями, или имеют свою власть, потому что Лукашенко их назначил, им позволил и так далее. А Лукашенко находится на своем стуле, потому что они продолжают его охранять и продолжают жестоко подавлять народный протест. Совершенно очевидный история с переворотом результатов выборов, наоборот, не прошла, в том смысле, что она никого не убедила и никого не оставила равнодушным и безразличным. И люди, которые вели себя очень лояльно, очень спокойно, очень тихо и даже очень трусливо, у нас у всех здесь, в России, много белорусских знакомых, друзей, иногда даже родственников, не хуже, чем с Украиной. Сегодня мы видим наших белорусских знакомых в совершенно несвойственном им состоянии. Они говорят то, чего они никогда в жизни не говорили, ведут себя так, как они никогда в жизни не вели, возмущены так, как никогда в жизни не были возмущены и так далее. Единственное, что удерживает Лукашенко власти, это вооруженная охрана, в широком смысле этого слова. И я думаю, что если Москва сегодня ведет переговоры об условиях сдачи Лукашенко и условиях, так сказать, усвоения Белоруссии, Путинской России очень хотелось бы усвоить Белоруссию, то эти переговоры даже не с Лукашенко. Я думаю, что эти переговоры, собственно, с этими вооруженными людьми, о том, на каких условиях они готовы отдать своего бывшего начальника и посадить другого, такого, которого устроит Москва, который устроит Москву и который устроит этих вооруженных людей. Лукашенко перестает быть центральным игроком в этой игре между Россией и Белоруссией на наших глазах. Сергей, а можно сказать, что Лукашенко Москву уже теперь категорически не устраивает? Ну, что значит, не устраивает? Не нужен. Ну, наверное, существуют какие-то варианты, при которых Москва готова согласиться и с этим Лукашенко. Опозоренным, обессиленным, беспомощным. Может быть, и так. Собственно, это один из вариантов. Но, в общем, это на самом деле теперь уже даже не так и важно. Важно то, что игра Лукашенко во власть, в удержание власти, привела его, и, ну, как обычно это бывает, вокруг множественной группировки, привела к катастрофе, к тому, что они теперь совершенно в руках своих собственных силовиков и могут рассчитывать только на них, и не проживут без них ни дня. Очень важно. Ну, вот здесь интересный момент. Много говорили о том, что Москва совсем не заинтересована в том, чтобы увидеть сценарий цветной революции в Беларуси, поскольку, ну, просто могут тактику подсмотреть каким-то образом. При этом мы наблюдаем, что протесты у посольства Беларуси в российской столице сейчас, пожалуй, единственные протесты, которые не разгоняются, поскольку даже одиночные пикеты в Москве в последнее время разгоняли очень жестко. Что, на ваш взгляд, происходит, и есть ли в этом элемент троллинга со стороны Москвы? Понимаете, это задача информационная и пропагандистская сегодня. Нужно не допустить, чтобы создалось такое впечатление, что то, что происходит в Беларуси, это и есть цветная революция. Это должно выглядеть по-другому. Это должно выглядеть как смена власти внутри Беларуси силами, я не знаю, белорусского начальства или белорусских военных, или что-то такое. Это действительно чрезвычайно важно, чтобы никто не относился к этому примеру как к успешному. Вопрос не в том, что народ отнял власть у Лукашенко. Нет, не так. Лукашенко совершил грубые политические ошибки и в результате этого утратил власть. Тратил ее потому, что другие, более умные, более мудрые, более твердые, более решительные, более лояльные и вообще более правильные люди эту власть у него забрали. А вовсе никакая ни улица, ни демонстранты, ни манифестанты, ни протестанты, и не цветные революционеры. Но это повествовательная линия, в которую хотелось бы вписаться Москве. Да. Это важная пропагандистская задача, на которую Кремль бросит все свои пропагандистские силы. И, собственно, уже бросил, потому что мы видим, вопрос же не только в том, как реагируют на протесты возле посольства. А вопрос в целом в том, что российские официозные, полностью контролируемые государством, манипулируемые государством, лишенные какой бы то ни было инициативы российские медиа, ведут себя сейчас несвойственным образом, казалось бы. Они довольно много говорят о людях, которые недовольны Лукашенко. Они довольно много показывают жестокостей, происходящих на улицах. Они довольно сдержанно говорят о результатах выборов, все время оговариваясь, что это, так сказать, результат выборов по версии Лукашенко. Знаете, я чемпион мира по шахматам, а ты чемпион мира по версии Фиде. Вот примерно так это сегодня происходит. Вот бывают выборы, а бывают выборы по версии Лукашенко. Это разные вещи. И вот эти официозные российские медиа дают это понять сегодня. И мы видим также ерзание некоторых российских политиков, всяких депутатов и так далее, у которых выросли такие вот огромные уши сейчас. И они, значит, этими ушами поводят и пытаются понять, как сейчас правильно. Но при этом Путин был одним из первых после Синьцзиньпина, который поздравил Лукашенко с победой. Ну, это вещь формальная. Как поздравил, так и распознаем. И в конце концов, ничто не помешает тогда, когда в Беларуси, без всякой цветной революции и без всяких протестов и всего остального, произойдут какие-то события, и какие-то другие люди вдруг окажут, ну, он поздравит следующих людей. И окажется совершенно ни при чем. Ну, как? Ну, да, я поздравила, собственно. Был этот президент, я поздравил этого, был другой, я поздравил другого. Мне что? Я тут вообще ни при чем. Они сами. Вот. Так что здесь интересы московские, они очень видны. И вот это ерзание, которое происходит среди российских политиков, депутатов, МИДа российского и всякой «Раша Тудей», как бы она ни называлась, это все одна такая большая «Раша Тудей». «Раша Тудей» вот тоже ерзает, пытается понять, а как правильно, и как-то поворачивает эти свои большие уши в надежде услышать правильную команду.